Парадный вход в фитнес-клуб «Довинчи» является собой странную картину. На дверях цепи и замки, за дверями беспорядок. Изнутри помещения фитнес-центра, во всяком случае ресепшн, выглядят абсолютно заброшенными. Повсюду валяются какие-то вещи и даже сыпучий стройматериал на полу. Ещё несколько дней назад здесь вовсю торговали годовыми абонементами. Предлагали выгодные летние скидки. Лавочка, то есть касса, закрылась без предупреждения. Хотелось бы всё-таки вернуть деньги. Сегодня нам обещали, что ещё сегодня будут принимать заявления, но, как мы видим, вот висит замок. Сегодня, чтобы просто пройти к фитнес-клубу, необходимо преодолеть полосу препятствий. Лифт до третьего этажа больше не идёт. Вход, словно место преступления, огорожен лентами. Вы от кого как бы выключили, да? Вы от кого-то прячетесь? Мы никого, ничего не выключаем. Я вам ещё раз объясняю. Это утечка. Раздражённого охранника сменяет охранник вежливый. И приглашает нас в кабинет менеджера по аренде. Он готов дать пояснение. Мы сейчас спускаемся вниз. В итоге менеджер торгового центра всё-таки вышел сам. Пояснил, что собственник площадей, торговый центр, договор с фитнес-клубом расторг за долги по аренде. А сколько задолжение центра? А у клиентов клуба свои подсчёты. Общая задолженность исчезнувшего до Винчи может осчисляться десятками миллионов рублей. Мы хотя бы увидим, осталось оборудование. То есть, если они его продадут, мы хотя бы какой-то призрачный шанс на возврат денежных средств имеем. Поймите, нас больше полутора тысяч. Вы нам не откроете помещение взглянувшим? В это время кому-то из клиентов удалось выйти на связь с гендиректором фитнес-клуба. Оказалось, всё спортивное оборудование уже вывезли. По поводу задолженности и так далее, на данный момент я это комментировать не буду. Смотреть, чтобы всё было понятно. На вопрос людей, что делать, неожиданно ответил менеджер торгового центра. Если вы хотите продолжать заниматься, попробуйте через некоторое время гладить. Отношения с новым фитнесом, который здесь откроется. Каким именно образом налаживать отношения с совершенно новым, если верить менеджеру, фитнес-клубом, пояснений не было. Люди, заплатившие десятки тысяч рублей за членство, едва сдерживали негодование. Непонятно, я не знаю, там фитнес этот разгильдяй или парус этот разгильдяй, это непонятно. Понятно теперь лишь одно. Без привлечения юристов разобраться в этой фитнес-истории с криминальным подтекстом вряд ли получится. Денис Васильевич.